Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров. Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM 13.06 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». Я, Анна Лапшина, приветствую вас еще раз после нашего дневного разворота. И приветствую нашу гостью в студии. Марина Сазонтова, первого секретаря Кировского городского отделения КПРФ, депутата законодательного собрания 5-го созыва. Марина Сергеевна, здравствуйте. Добрый день. Давненько вас не было у нас в гостях, но тут вот с предвыборными какими-то вещами, да. Я должна сказать следующее. Ну, во-первых, нас всех, видимо, с новым губернатором, с новым главой региона. Мы к этой теме сегодня еще обратимся в одном из аспектов, которые я хотела бы обсудить, в частности, кадровые, да, вот, перестановки, возможные в областном правительстве, которые вчера уже были анонсированы в нашем эфире. Вот, но все-таки хотелось бы изначально подвести некоторые итоги выборов. И выборов в городскую думу, и выборов главы региона, потому что Игорь Васильев, который сегодня был инаугурирован на пост губернатора, был не единственным кандидатом на эту должность. Я должна сказать следующее. Сегодня на инаугурации присутствует полпредпрезидента ФПФО Михаил Бабич. Он поздравил Игоря Васильева с его вступлением в должность и отметил следующее применительно к выборам. Была острая политическая борьба, это я сейчас цитирую по нашему сайту, она была абсолютно конкурентна. Выборы, которые прошли и избирательной комиссией, и всеми наблюдателями, которые участвовали в избирательной кампании, признаны легитимными. Были созданы условия, чтобы все политические партии и их представители, которые хотели принять участие в избирательной кампании, такую возможность получили. Результат, который стал результатом волеизъявления граждан, безусловно, является авансом и кредитом доверия для губернатора Кировской области Игоря Васильева. Вот такая цитата Бабича Михаила, полпредпрезидента ФПФО. Согласны ли вы с его оценкой? В части честности, конкурентности, легитимности выборов и предвыборных всех баталий, кампаний и прочего. Видите, каждый со своей кочки видит ситуацию, или то, как ее нужно увидеть, или как все-таки, если реально, ее оценивать, эту ситуацию. С чем столкнулась наша партия? КПРФ. КПРФ. Дело в том, что уже на данном случае я могу быть самокритична по отношению к партии, что было поздно принято решение выдвигаться Сергею Павлинычу в Кировской области губернатором, потому что первоначальные варианты были по Мариэл. Да, мы помним, да. Да, и вот эта затяжка, она, конечно, очень негативно сказалась на начале предвыборной кампании, тогда, в отличие от ВРИО, эта уже кампания началась больше года назад. Поэтому это наша, так сказать, вина наша, так сказать, в данном случае минус, который мы все объективно оцениваем. А вот то, как проходила эта выборная кампания, когда руководители предприятий в районах, в Кирове, под любым предлогом, так сказать, очень вежливо, так сказать, намеком, то технические условия, то там еще какие-то и так далее, отказывали возможности встретиться с коллективом. А такая возможность была предоставлена в РИО везде. И когда мы говорим, что если где-то побывал кандидат на тот или иной городской, или думали куда, вправе зайти любой кандидат. Вот было ли это, это, наверное, может оценить каждый из избирателей, была ли у него возможность встретиться еще с кем-то. Ну, избиратель ведь не знает, Марина Сергеевна, возможно, другой кандидат просто не хотел с ним встречаться. Может быть, он думает, что кандидат просто не доехал, понимаете? Да, вот не в этом ли тоже фишка, когда отказывая кандидату прибыть, а избирателям говорят, так вот он же не едет к вам. Когда к нам обращались секретари районных отделений, говорят, что им отказывали в публикации информации или объявлений о том, в районной газете о том, что приезжает кандидат в депутаты, ой, вернее, в губернаторы Мамаев. Вот из этих всех мелких они, конечно, сказать, что это было честно, язык не повернется. Марина Сергеевна, а вот эти вещи, они вообще каким-то образом наказуемы или нет? То есть можно писать какие-то жалобы в процессе в избирком? Здесь надо так сказать, вы знаете, еще в советских, когда этот человек обращается, там же в основном в районах люди все знакомые, говорят, да нет, и все, и у некоторых рука не поднимается написать, он там сват брат или там в каком-то колене родственник, а вот отказ и отказ, и его, как сказать, слово не пришьешь, да? А научиться, чтобы принципиально, так сказать, заявлять о своей позиции, когда нужно в двух экземплярах представить принято, на каком основании отказ, и, в общем-то, нам тоже надо учиться работать с бюрократами для того, чтобы, по крайней мере, грамотно защищать и свои права. Это касается всех сфер жизни. Поэтому, да, мы воспользовались, единственное, предположим, возможность бесплатный эфир, и показатель для меня, когда в Рио не участвуют ни в дебатах, ни в чем-то другом, понимаете, это показатель для меня. Человек не хочет пообщаться рядом с конкурентами, если говорить, что вот конкурентная борьба, а так дистанцироваться и где-то работать отдельно, а идти, так сказать, пусть они, кандидаты между собой, там что-то шуршат, обозначают и так далее. Я не считаю это честным. Если ты идешь, я считаю, тебе можно что сказать и нужно что сказать, ты должен идти на все контакты, тем более, что аудитория телевизионная, радиинная, она достаточно большая. Вот, это еще такой момент. Безусловно, когда вот сейчас подводят итоги выборов, я ожидала, что тут еще будет у Бабича, например, фраза, я помню цитата, которая была приведена в марте прошлого года по выборам, то есть осенние у нас были там тоже в регионах, да, проходили, и когда президент Путин заявил, что низкая явка избирателей свидетельствует о большом доверии народа к власти. Вот понимаете, это было и в российской газете опубликовано. То есть народ решил, что там все умные, там уже все правильно посчитали, все делали. И вот когда мы сегодня оцениваем итоги голосования, если ты человек, будем так говорить, логически размышляющий, да, шахматы, очень хорошо 2-3 шага на ходу вперед, да, считать, так точно так же и здесь. Хорошо, там 60, больше 60% проголосовали вот за бывшего в Рио, да, который сейчас стал... За Игоря Васильева. За Игоря Васильева, да. А что это значит фактически? Это значит, что 82% избирателей Кировской области против него. Кто-то активно придя на выборы и не голосуя за него, а кто-то пассивно отсидевший дома. Потому что все те, кто хотел прийти за него проголосовать, они пришли. Или вынуждены были прийти, как мне там некоторые, что нужно приходить, да, голосовать. Так вот если радоваться тому, что 82% тебя не поддержали, и если из этого не будут сделаны выводы руководства области и так далее, правительства и всех остальных, то мы можем столкнуться с очень большими проблемами. Я не говорю, что это Майдан. Кировчанка, которая уже там больше 30 лет живет на Украине, в Киеве, она, вы знаете, вот потом объясняя, говорит, но мы же против были того, что творилось там, коррупция, там, ну, воровство и так далее, ими воспользовались. У нас сейчас пытаются подавить всяческие выступления, которые не отражают точку зрения правительства, пытаясь чуть ли не экстремистскими какими-то действиями назвать. Но ведь невозможно вот удерживать, так сказать, вот пар, извините, там сказать, да, когда кипит. Это где-то может прорвать. Скороварки должен быть клапан. Правильно. Так вот у нас сегодня, к сожалению, видимо, об этом не думают. И говорят, что на театральной площади никаких ни митингов, ни пикетов. Вот там идите туда, там, к реке, там куда-нибудь, да, чтобы вас не видеть. Памятнику Степану Халтурину у нас обычно туда отправляют всех недовольных. Да, хотя, например, пикет вправе провести где угодно. Мы только можем уведомить об этом. И мы сталкивались, не получили практически ни одного согласования все время. И материалы были о том, что, значит, лучше будет вам там, вот идите. Ну, как в Новоавятском районе. Они собираются пикет провести, вы представляете, в Новоавятском районе. А их тоже к памятнику Степану Халтурину. Из Новоавятска? Да, да, да. Кто-то туда поедет-то? Ну, видимо, так сказать, вот с логикой не очень хорошо. Ответ надо дать отрицательный. Это же мы все храним, это уже в бумагах все зафиксировано. Поэтому это не голословные мои заявления. Это то, с чем мы сталкивались. Но зная, что наше право провести пикет, мы достаточно уведомить, да, шли. Хотя, наверное, это был определенный риск, потому что кому-то могло что-то показаться там или померещиться. Но вот это то, с чем мы сталкивались. Поэтому, как будет работать нынешнее правительство и считать, вот я говорю, некоторые у нас там всенародные избранные. Давайте не будем лукавить и не обманывать самих себя. Мне очень понравилось предложение студентов МГЮА, наш филиал, который, да, у нас в Кирове, имени Кутафина. Они проводили конкурс своего рода курсовых работ. И нас пригласили, когда вот я была депутатом, ЗАГС Собрания, с какими законодательными инициативами стоит выйти. То есть и на областном уровне, и на федеральном. И очень многие поддержали вот одну, так сказать, позицию студента, который сказал, мы не можем научиться демократии, пока это не будет не только права, но и обязанность. Давайте будем штрафовать тех, кто беспричинно не идет на выборы. Мы же тратим огромные деньги на эти выборы. Но власти это не надо, потому что, вот, видимо, если у кого-то хватит там подсчитать, какие у них дестабильные, как сказать, позиции или еще что-то, выгодно показать, что вот всенародные избранные. Поэтому, если мы не научимся действительно демократии в хорошем плане, что это наша обязанность прийти, я не идеалист. Я понимаю, что ситуации бывают разные, но даже наши оппоненты... У кого-то картошка, в конце концов, не выкопана. Наши оппоненты от КПРФ, они и то заявляют, увы, по-моему, даже и здесь, когда выступал, да, у нас приезжали, ну, несколько было, знаю, что у вас на эхо Москвы. При явке 60% фальсификации уже невозможны. И это уже, по крайней мере, отражение. А при нашей явке 30%, 70% отсиделись дома. Говорить о том, что это очень демократично и хорошо, но если вам это нравится, да, я считаю, что у нас вот эта апатия, она к доброму не приведет. Где будет это прорываться? Как это будет прорываться? Мы все здесь живем. У нас нет запасных аэродромов, чтобы куда-то улететь, отсидеться, а потом вернуться и посмотреть, а что же здесь было. Мы все здесь живем с детьми и с внуками. И выбрали власть на ближайшие 5 лет. Да. И когда сейчас говорят, вы знаете, я, наверное, уже жестко отвечаю, когда я говорю, и не ходил, и ходить не буду. Хочется сказать, что если ты дурак, жестко говорю, так хотя бы уж не громогласно об этом заявляй. По-другому нельзя называть эту ситуацию. Ты не ходишь на выборы, но ты живешь в этой стране. И выходит, ты хочу, не хочу, у нас сплошные вот хочухи, не хочухи, вместо того, чтобы включать разум, логику, что нужно все-таки какие-то свои гражданские обязанности выполнять. Это тоже обязанность ходить на выборы, обязанность каждого человека, который живет в нашей стране. И каждому делать свой выбор. Марина Сазонтова, первый секретарь Кировского городского отделения КПРФ, депутат законодательного собрания Кировской области 5-го созыва. Это у нас в эфире в программе «Особое мнение». Сделаем небольшой перерыв и вернемся в эфир. Продолжается программа «Особое мнение». В гостях у нас Марина Сазонтова, первый секретарь Кировского городского отделения КПРФ, депутат законодательного собрания 5-го созыва. Говорили о выборах главы региона. Еще чуть-чуть хотела зацепить эту тему. Сергей Павлинович Мамаев, один из кандидатов, человек, занявший второе место на выборах. В нашем эфире, когда мы подводили итоги, 11 сентября сказал, что результатом он доволен. Вот тем результатом, с которым он вышел, он доволен. Поблагодарил избирателей, которые голосовали за него. Вы уже сказали, что результат мог быть лучшим, если бы чуть более динамично вошли в избирательную кампанию. Сергей Павлинович вошел. Вот тем не менее, вам, как кажется, тот результат, который есть, вот он, ну как бы, счет по игре? Объективный или нет? Вы знаете, меня, конечно, насторожило появление вот этих протоколов, простите, бюллетеней, с двойной буковкой «Д». Да, писали об этом в социальных сетях. Вот как полиграфисту, я, например, тоже приходила на выборы в моем бюллетене, таких «ДД» не было. Как полиграфист, то есть в журналистике, работавшей в печатных средствах, я понимаю, когда создается одна версия, которая раскладывается, и там не может появиться двойного «Д». То есть это... То есть это была допечатанная партия бюллетеней, ни с одного там, да, ни с одной картинки, условно говоря, печатали. Хотя это должна быть одна своего рода как матрица, с которой идет распечатка. Может, не хватило. Думали, что больше будут избирателей. Вот. В любом случае, тираж идет сразу, заказ один, и никаких, ну, будем так считать, это не то, что шквал, который прошел, деревья поломал, там резко или форс-мажорное обстоятельство. У нас население все-таки стабильное, и явка примерно одинаковая. Поэтому появление вот таких двойных, это в Яранске, где было зафиксировано, да, там бюллетени, которые вдруг не учтенные и не печатаны. А в Яранске, насколько я помню, за Сергея Павлиновича активно голосовали. А там как раз, да, 43, больше 43 процентов голосовали за Сергея Павлиновича Мамаева. Поэтому и ко мне многие звонят, спрашивают, как же так вот мы голосовали. И у людей нет веры в то, что вот это так произошло. И это беда власти, которая вот при явке, при фальсификациях, при всем том, с чем мы сталкивались там все эти годы, такую апатию в людях, как сказать, посеяла, да, а это уже сходы своего рода, и пошла как болото, знаете, вот метастазы, я бы сказала, даже расползаются. Вот это апатия в общество. Да, поэтому, да, Сергея Павлиновича надо сказать, и вот я еще раз, и ЦК надо покритиковать в данном случае, и в 16 регионах были выборы, глав регионов, да, Сергей Павлинович занял первое место среди всех этих глав. По количеству набранных процентов, да? По процентам, да. Первое место по стране из 16 регионов. Поэтому это показатель нормальный, он мог бы быть лучше, и должен был быть лучше. Поэтому мы тоже, и вот и сегодня проводим расширенные заседания нашего городского отделения КПРФ, для того, чтобы тоже обсудить, понять, что и как происходило. То есть вы сегодня обсуждаете как раз итоги выборов? Итоги подводим в городском, да, в городском нашем отделении КПРФ. Хорошо, давайте тогда вот как раз к городской думе перейдем, потому что, я так понимаю, выборов в городскую думу вы тоже будете обсуждать их итоги, да? Да, безусловно. Вот, Марина Сергеевна, вот такой у нас расклад итоговый в городскую думу. Ну, большие надежды, я не скрою, возлагались в том числе и нами, журналистами, не потому что мы там симпатизируем отчаянно кому-то из оппозиционеров, из оппозиционных политических сил, а просто потому что вот нам всегда казалось, что конкуренция – это хорошо. Когда в одной студии собираются люди от разных сторон, и каждый высказывает свое мнение, и они спорят, нам кажется, это хорошо. Нам кажется, что вот в процессе рождается, может быть, не истина, конечно, но какие-то здравые идеи. То же самое происходило в законодательном собрании предыдущего, пятого созыва, когда, ну, не сказать, что равной было там, да, соотношение сил единой России и оппозиции, но, тем не менее, не было такого прямо вот жуткого разрыва. В городской думе сейчас ситуация такая. 23 – единая Россия депутата у нас, 13 – это оппозиционные силы. Что мы будем видеть, когда Городская дума приступит к работе? Ну, надо посмотреть, видите, по Городской думе я уже несколько лет как бы немножко отошла. Может быть, вносились изменения или нет. Для того, чтобы принять изменения, например, в устав. Города Кирова. Мы всегда выступали первоначально, и выступали, и выступаем за прямые выборы главы города, чтобы в них принимали участие. Это, кстати, повышает интересы избирателей к этим выборам, как-то именно принять. Сейчас, когда все это сведено к 36 депутатам, и уже не первый год, к сожалению, это, ну, немножко, я бы сказала, профанация. На мой взгляд, этих выборов. Выборы без выборов этого главы. И здесь начинается, вот если у нас по принятию надо вот уточнить было, я, к сожалению, не успела, да, и как в данном случае, достаточно ли половины голосов депутатов, да, чтобы избрать того или иного. Да, тогда у «Единой России», безусловно, если у нас 36 депутатов, 19 голосов, а у них 23 достаточно для того, чтобы про свое решение, так сказать, технически... Выбрать кандидата и за него проголосовать. Назначить уже фактически, да. Вот если речь идет о двух третьях, как для принятия, вот, например, в законодательном собрании по определенным вопросам, да, нужно две трети, то есть в данном случае это должно быть половина у нас, это 18, ну, вернее, как мы берем, им нужно 25 голосов, то есть 24 плюс голос, 25, тогда вот у них вот тут может не получиться. Им придется двух депутатов каких-то на свою сторону склонять. Да, или, так сказать, это уже, как сказать, бывает и подкуп, бывает и должностью, бывает или еще там какими-то льготами и так далее. К сожалению, с этими и раньше сталкивались, потому что проще договориться, почему нужны всенародные, труднее договориться с населением, да, всего города, с избирателями, нежели чем с двумя-тремя. Но, к сожалению, это общероссийская тенденция. Я говорю, да. Поэтому, если мы поднимаем вопрос о том, в некоторых все-таки стремятся, чтобы эти были прямые, когда у нас проходили районные думы, там тоже было голосование, узнаем, что, по-моему, в Зуевке, и так, да еще можно назвать, именно должны быть прямые выборы. А у нас, понимаете, когда говорят демократическое общество, а все эти демократические принципы, они сходят под чего изволите, вот как удобней. Ну, людям в ответ вот на реплику о прямых выборах главы города обычно отвечают следующее, ну, вы же выбирали депутатов. Вы же выбирали депутатов, вот депутаты и теперь выбирают главу города. Ну, это надо, знаете, обращаться к тем, кто не ходил на выборы. Опять же. Да, потому что, к сожалению, вот было и в законодательном собрании, когда ко мне пришла женщина, там жалуются и так далее. Я говорю, а кто у вас по округу? Потому что она из района даже, или из пригорода, да, думаю, надо подключать депутата. Гордо заявляю, я не ходила, не хожу. Я говорю, зачем что-то к депутатам-то вы идете. Вот это каша в голове людей, которые бьются со своими проблемами, не зная, как с ними справиться, готовы к любому броситься, вместо того, чтобы прийти на выборы прежде всего и выбрать своего кандидата. Но ведь беда в том, что многие говорят, а где эти кандидаты, а где с ними встречаться? Если раньше коллективы выдвигали своих кандидатов, с ними можно было встретиться, с ним можно было утром на работу. В столовой пересечься, да? И все ему высказать и, так сказать, от него получить информацию. Вот это сейчас некая отрешенность или, наоборот, зашуренность, когда только своего пускают и никого другого. Я о полепсе всегда говорю, когда Мамаев, который генеральный директор, работу очень большую проводил, что меня не допускали ни до Совета ветеранов, ни до председателей цеховых комитетов. То есть работа, она велась, так сказать, под чего изволите, под своих, а это не делает чести никому. Если ты хочешь выбрать достойный кандидат как конкуренция, должны избиратели иметь возможность и сопоставить. Вот когда дискуссия, так называемая, на телеканалах проходит, это же не дискуссии. Это каждый с заготовленным практически текстом отчитывает, что он там все... Фактически человек приходит со своей речью. Да, и все. Не называть это дискуссией. Потому что в этот раз, посмотрите, кто действовал против КПРФ очень активно, так называемые коммунисты России. Против нас там подают, там законно туда проигрывают суды, потом отзывают. И вот на это тратят силы вместо того, чтобы, наверное, посмотреть. Вот эта так называемая партия, которая, как и другие, создаются, вот у меня выражение было, они растут как поганки перед выборами. Вот все тихо, потом вдруг раз, а тем более осенью, да, у нас грибы пошли, там разных толков. И люди путаются. И даже когда этой партии предлагали логотип сменить, потому что они, ну вот, слезали, так сказать, взяли то, что идет, и Верховный суд сказал, нет, ничего страшного, посмотрите, когда приходят на выборы, люди просто два красных квадрата путаются, говорят, потом, да, за кого ты голосовал, за коммунистов? А за каких? А их двое? А как? Вот здесь вот это наличие, это на федеральном уровне сделана оттяжка голосов, да, вот из-за таких партиек. Жириновская, вот так сказать, партия, да, которая, ну, везде, как говорится, из каких только дается. Ответ ведь тоже, почему именно представителю этой партии, Жириновскому я называю, да, дается так много эфира, а не дается так много другим. Потому что выгодно, чтобы оттянуть голоса, так сказать, вот... Протестного электората, да? Да, и это, конечно, не назовешь честными и прозрачными выборами. То есть очень много сопутствующих каких-то вещей, которые вроде бы, с первого, на первый взгляд, не являются нарушением закона, да, а по факту все равно играют свою роль и роль немаленькую. Хорошо, возвращаясь к городской думе, хотелось бы мне все-таки обсудить кандидатуры, потенциальной кандидатуры на пост главы города. Фамилии уже называются, но мы сделаем это после небольшой рекламной паузы. Особое мнение на 101FM Марина Сазонтова, первый секретарь Кировского городского отделения КПРФ, депутат законодательного собрания 5-го созыва у нас в гостях высказывает свои особые мнения. Мы продолжаем говорить про выборы в городскую думу. Ну, раз уж заговорили про главу города, да, про прямые выборы главы города, к сожалению, у нас их нет. Сейчас есть несколько имен, которые называются и озвучиваются в том числе и в СМИ, кандидатов на пост главы города, мэра города, да, как мы привыкли его называть. От «Единой России» прозвучали фамилии Елены Ковалевой и Романа Зяблых. От «Справедливой России», у которой второе место, да, будем так говорить, в городской думе, назван кандидатом Владимир Журавлёв, депутат действующего предыдущего созыва городской думы. Коммунистическая партия КПРФ не стала выдвигать своего кандидата на пост главы города. У вас два депутата, да, по-моему, в городской думе, два места. Ну, вы как-то вот не надеетесь совсем на успех и решили не делать этого? Или, может быть, другие какие-то причины? Ну, во-первых, рассчитывать был, так сказать, уже вариант, по-моему, четвёртым созыве или пятым, наверное, я могу ошибиться, когда я только одна представляла коммунистическую партию в Кировской городской думе. И это мы уже проходили, когда один голос, да, у тебя есть возможность высказать свою точку зрения, точку зрения, которой наша партия, да, придерживается, да, и освещать, по крайней мере, и в СМИ, и на встречах, что же в действительности порой происходит и как решаются те или иные вопросы. Поэтому, когда рассчитывают, что у тебя два голоса, и ты сможешь свою кандидатуру так выставить, при всех, что там позиционных, ещё 11, да, кандидатов, ну, я думаю, шкуру неубитого медведя делить не стоит. Можно консолидироваться, можно поддержать. Оппозиционные выставили кандидата Журавлёва, да, но я думаю, что можно его поддерживать, кандидатуру, и должно у нас скоро состояться вот организационное собрание, я думаю, оппозиционные фракции соберутся, и два человека могут фракцию создать. Поэтому будем рассматривать, как действовать, как голосовать, и технические эти, так сказать, кандидатуры или реальные. Вот я и говорю, очень важно будет зависеть, если это по уставу большинство голосов, тут уже выборы без выборов. Там, скорее всего, Дина Россия — это технический кандидат, ну, чтобы это были не безальтернативные выборы, да. Поэтому выдвигают двоих. Вдруг Журавлёв, да, и там, значит, снимут или ещё, так сказать, да, чтобы не сорвать эти выборы. Вот если это две трети, значит, голосов для того, чтобы, то есть 25 голосов, необходимых для избрания, ну, наверное, подсуетятся. 13, конечно, погоды не сделают. Найдут слабое звено, а они там есть в Городской Думе. Хорошо, Марина Сергеевна, тогда такой вопрос. Скажите, а что с заместителями председателя Городской Думы? То есть вот эта должность, она присутствует, она была в предыдущем, да, вот ещё работающем, если можно так сказать, да, созыве пока до первого заседания. У этих людей ведь есть какие-то полномочия? Вот в Законодательном собрании, помнится мне, в предыдущем созыве как раз от каждой фракции было по заместителю спикера. В Городской Думе, по-моему, их двое, да, кроме спикера, кроме председателя. И один из них вот в прошлом созыве, это точно оппозиционер. Кого вы имеете в виду? Зимакина. Ну, в данном случае оппозиционные силы, так сказать, как они там, удавалось им проводить какие-то свои решения или нет. Вот процентом соотношения я не могу сказать, какое количество было там у Единой России или нет. Но меня другой беспокоит. Раз в прошлом созыве, ведь очень поторопились на одном из последних заседаний, принять решение о приватизации довольно-таки объектов, которые всегда были прибыльные, приносили доход в казну города, принять решение об их продаже, это то же самое, как продать корову, да, в хозяйстве. Да, мясо там, так сказать, денюжки и так далее. Но наступает зима и так далее, нет ни молочка, ни мяса и так далее. Ведь то, что мы, и даже контрольно-счётная палата, когда рассматривала, о неэффективном использовании муниципальной собственности, их всегда критиковали, можно избавляться от собственности, которая несёт одни убытки. Но когда говоришь, что центральный рынок – это убыточное предприятие, это, ну, не знаю, только очень наивному человеку, который совершенно не разбирается в экономических, так сказать, можно навесить такую лапшу на уши. По другим объектам, которые там тоже в спешном порядке приняли решение продать, вот для меня, для всей думы предыдущего САЗОВа, это огромный минус, что они пропустили, приняли такие решения. Как будет работать, вот и достаточно ли будет сил у оппозиции противостоять тому, что должно пополнять бюджет, а не ликвидировать, так сказать, вот эти доходные, пусть ручейки, пусть немного, но ведь в конечном итоге неумелое распоряжение этой муниципальной собственностью, в том числе, я не буду говорить там в процентном отношении, но привело к тому, что отказали в бесплатном проезде школьникам с 1 по 4 класс. И когда мы читаем, вот там ребенка высадили и так далее, малыши, ну они такие и есть, то потеряли, то уронили там или так далее. Да забыли, в конце концов, в корж купили в школьной столовой дополнительный. Да, в конечном итоге. Поэтому и сегодняшние вот все ограничения, которые вводятся у нас в области, в стране, и город, так сказать, под это подпадает, нужно, наверное, более оптимистично, как сказать, оптимально подходить к формированию бюджета и к пополнению доходной части, чтобы это было объективно и точечная застройка. Сколько мы видим за период этой работы городской думы предыдущего созыва у нас, вот эти вырастали вопреки мнению, вопреки протесту жильцов. Вопреки даже принятым законам иногда. Да, 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 все это появлялось. Мы получали опять очередные недострои, мы получали обманутых дольщиков, и решение проблем обманутых дольщиков идет за счет фактически налогоплательщиков. Потому что тот, кто собирается достроить, ему выделяют земельный участок. Извините, а этот земельный участок можно было продать и получить доход в казну города, да? А это фактически отдается на откуп застройщику, который достраивает тот или иной объект за услугу. То есть получать компенсацию. Удеваться уже некогда, просто когда пожары, у тебя люди стоят под дверями, да, у которых нет жилья. Безусловно. Тут уже приходится какие-то вещи делать. Но какие выводы, когда у нас по-прежнему появляются обманутые дольщики, до коих пор можно спросить? Ну, значит, это кому-то выгодно, как говорят эксперты. Да. Вероятнее всего так. Хорошо, возвращаясь к кандидатам на пост главы города, все-таки добью эту тему. Как вам кажется, вот если мы, ну, я так понимаю, вы все-таки немножко пессимистично настроены вот в отношении оппозиционного кандидата Владимира Жуновлева, да? Давайте посмотрим. Просто потому что расклад голосов. Не просто оппозиционно. Я говорю, если у нас это будет две трети, тогда еще можно какой-то вариант. Побороться. Да, но по крайней мере не между собой оппозиции начать там еще по два-три, как Единая Россия. Там двух кандидатов, да? Ну, пусть технически один. И нам между собой выдвигать. Здесь вот как раз может речь идти о консолидации. И я считаю, единый кандидат – это оппозиция, это выход. А то, что касается заместителей, понимаете, нам уже пример показало законодательное собрание, которое захватило все посты, радостно, так сказать, да, что все они вот заполучили. Фактически ничего нового особо не предлагая, а все то, что предлагала наша фракция КПРФ, и в чем нам отказывали, они сейчас потихонечку начинают оттаскивать, выдавая за свою инициативу. Вот мне, в принципе, без разницы, но кто там, какая фракция, да? Но где же вы были там раньше, когда можно было людям помочь, так сказать, решить некоторые вопросы пять лет назад, а не сейчас, так сказать, себе натягивая, какие они хорошие. Поэтому вот этот пример законодательного собрания, я думаю, может быть, если выводов не сделаются, калькируют точно и на городскую думу. Конечно. И хотя есть федеральный закон, 173-й, я могу ошибиться, конечно, который должен предоставить, например, по одной ставке представителю каждой фракции. А что это дает? Я уж не говорю там о каких-то должностях там больших, а о том, чтобы была возможность, как бы кабинет, куда люди как приемную приходили, зная, что это представитель этой партии, и с инициативами и так далее. Мы даже были, я уже не знаю, там Казань, Башкирия, да в разных, так сказать, да, приезжали, где там один или два, например, депутата от КПРФ, и у них есть свое рабочее место в каждом законодательном представителе в этом органе. Это по федеральному закону. А у нас, Марина Сергеевна, места мало в законодательном собрании, вы же помните. Да. Не всем кабинетов хватает. Да. Не всем. Хорошо. Поэтому я просто не хочу, как это сказать, пророком оказаться, но иногда аппетит во время еды приходит, и то, что произошло в законодательном собрании год назад, вполне возможно, что калькируют и в городской думе. Еще один вопрос касательно и законодательного собрания, и городской думы. Как вам кажется, Валерий Крепостнов зачем уходит из законодательного собрания? Ой, вы знаете, я вот как раз таким людям отношусь, которые гадать не любят. Это в журналистике, так сказать, все очень четко. Поступает информация, два-три канала я проявляю, так сказать, и нахожу два-три источника, чтобы проверить, насколько что-то соответствует, тогда могу озвучить эту информацию. Уход подтвердили. Да, если уход подтвержден, надо ему задать вопрос и спросить, чем вызван его, так сказать, переход. Тут и называют, что там есть глава администрации, хотя мы тоже давно говорим, наша фракция КПРФ объединитет. О двоевластии, что надо заканчивать, и должно быть один все-таки глава, который на себя берет ответственность за выполнение, за судьбу города, за его жителей. Ну, то есть пока не будем гадать на кофейной гуще относительно дальнейшей судьбы Валерии Васильевича. Я гаданием не занимаюсь, да. Хорошо. Еще тогда, ну, тоже вопрос такой на уровне гаданий и предположений. В нашем эфире вчера Игорь Васильев, возвращаясь к кадровым перестановкам в областном правительстве, сказал о том, что команда правительства будет обновлена. Правда, основной костяк сохранится. Я просто хотела ваше мнение узнать по поводу того, вот кому из министров действующих, ну, с приставкой ИО, да, и с заместителем председателя правительства. Можем доверять остаться, а кому нет? Вы знаете, по большому счету, я даже практически в лицо, наверное, не узнаю всех там руководителей нынешних ИО-министров, которые у нас сейчас в правительстве. Для меня, например, было, ну, непонятным сферу, которая вела ЖКХ, да, будучи в законодательном собрании, очень тесно мы этим занимались, потому что это как раз введение капитального ремонта, все вот эти фонды и так далее, и так далее, программы и тарифы, и, так сказать, это, не знаю, вообще глобальнейшая проблема, когда ставят людей, совершенно незнакомых с этой сферой. И специалисты просто уходят оттуда, потому что, когда ездят... Это и в прошлом правительстве так было, или нет? Нет, это вот с приходом Васильева, да, по которому вот это пошло в течение более уже года. И уходят специалисты, с которыми мы действительно работали, которые мы понимаем, что это специалисты были. Кому-то они не понравились и заменили, но чтобы что-то изменилось, я не увидела. Я считаю большой потери, когда убрали Павла Валерьевича Сысуева с фонда капитального ремонта. Потому что человек, который очень неравнодушно, очень кропотливо, понимаете, очень трудно это раскручивать. Я всегда говорю, что капремонт сегодня на нас повешен был. Государство не исполнило свои обязательства, не проследило за исполнением обязательств, которые прописаны в федеральном законе, а теперь на нас всех повесили. Поэтому и по другим кандидатурам я считаю, что приглашать, и вот эта рокировка начинается, кому она принесет пользу, кому нет, я пока не могу об этом сказать. Но я вижу, вот назвала я фигуры, которые ушли, здесь же можно назвать и главу Министерства ЖКХ, Князькина Ленин Ивановича, других вот этой сферы, ушли специалисты. А пришли те, специализированные, которых я не могу сказать об их эффективности. Оценить пока не можете. Хорошо, Марина Сергеевна Сазонтова, первый секретарь Кировского городского отделения КПРФ, депутат законодательного собрания 5-го созыва, была в нашем эфире в особом мнении. Спасибо большое. Всего вам доброго. До свидания.